Теперь давайте перейдём к следующей части и обсудим ещё один симбиоз. Это, наверное, самый полный симбиоз, который существует на нашей планете. Мы должны сначала посмотреть на древу жизни. Когда-то, наверное, 4 миллиарда лет назад, был некий учёный, называют вулкар. С английского языка переводится Last Universal Common Ancaster последний общий предок всех живых организмов, если перевести на русский. Когда-то был один общий предок всех живых организмов, а потом из него произошли всё-всё многообразие жизни, которое есть сейчас в живой природе. Ну, в частности, произошли бактерии, археи и элукариоты. То есть самая высшая группа живых организмов, существующих, которые выделяют сейчас, это бактерии, археи и элукариоты. К элукариотам относимся мыслами, грибы, растения, ротисты, к которым относятся инфузория, слезевики. А бактерии и археи – это две другие группы. Мы немножко обсуждали бактерии на прошлой лекции. Это обычно одноклеточные организмы, хотя некоторые из них могут образовывать некие агрегаты, напоминающие разоклеточные структуры. Но главное отличие между бактериями и археи, которых вместе называют элукариоты, то, что в бактерии и археи клетка не содержит гидра, в ней плавает кольцевая ДНК. Мы видим такую картинку на прошлой лекции. А у элукариот есть гидро и другие клеточные организмы, например, литокондрия. У некоторых клеток есть аэропласты. В чём отличие бактерий и археи? Я думал, что вам рассказать по этому поводу, но это оказалось достаточно сложно, потому что основном они отличаются достаточно строением химических веществ. Но на самом деле бактерии и археи друг на друга очень не похожи. Например, мембраны у них устроены совершенно по-разному. Мембраны, которые окружают клетку. Значит, вот это у нас так выглядит клетка-бактерия. Или археи, ну, тоже, скорее всего, одна маленькая клетка с кольцевой ДНК внутри этой клетки. А у элукариотической клетки обычно значительно больше. Там есть ядро, окружённое, например, мембранами, в которой содержится много ДНК. И просто так ДНК в цитоплазме клетки не плавает. Есть метафондрия. И отличий, на самом деле, очень много. Я думаю, это будет проходить в школе. Сейчас это не так существенно. Хотя, вот я прошу обратить внимание, что этот перевод обычно есть в метафондрии. И что же случилось 2 миллиарда лет назад? Приблизительно 2 миллиарда лет назад. А, забыл. Наверное, очевидно, что раз животные растения, животные с бактериями, растения с бактериями наступают в симбиотические отношения, то и бактерии друг с другом наступают в симбиотические отношения. На самом деле, то, что мы обсуждали на прошлой лекции про то, как одни бактерии выделяются эндерофоры, а другие используют их, это тоже всё примеры своего рода симбиоза. Я думаю, что вас не удивит то, что бактерии могут заступать в симбиотические отношения друг с другом, но могут заступать в симбиоз бактерий и археи. Вот на этой картинке, на большом увеличении, эта картинка сделана с помощью электронного микроскопа. Видите, что проведена шкала 2 микрометра. 1 микрометр – это 0,001 мм. То есть можете представить, насколько маленькая вот эта клетка. И тут представлены две клетки археи, образовавшие такой пакулограммчик, и вокруг неё много-много клеток бактерий. Это пример симбиотической ассоциации археи и бактерий. И считается, что 2 миллиарда лет назад вот такая клетка археи, которую называют эоцит, вступила в симбиотическое взаимодействие с бактериями. Ну, сначала они просто, наверное, жили рядом, а потом архея стала захватывать клетки бактерий. Ну, это длилось, может быть, ещё долгое время, как первая часть клеток захватывалась, какая-то нет, но в результате появилась такая клетка, где внутри клетки археи содержатся несколько пактериальных клеток. И вы увидите уже, что вот эта клетка похожа на наше целый курёк. На самом деле, вот так вот произошли эукариотические клетки путём симбиотической ассоциации клетки хозяина и захваченных внутри бактерий. Потом часть клеток этих захватили ещё фотосинтезирующие бактерии, и из этих клеток уже произошли растения. Фотосинтезирующие симбионки стали хлоропластами, про которые мы говорили. Те клетки, которые не захватили фотосинтезирующие бактерии, стали животными. И вот, собственно, таким образом, если мы вспомним древо жизни, которое нарисовали, на самом деле правильное, давайте, может быть, даже не увернёмся, было бы нарисовать не от археи, что продолжается это древо жизни эукариот, а оно получается из смешения бактерий и археи. То есть на самом деле эукариоты произошли для симбиотической ассоциации бактерий и археи. Таким образом, эукариоты произошли в симбиотической ассоциации, что общество археи и археи около 2 миллиарда лет назад. И что интересно, что сейчас живут бактерии, которые являются очень относительно близкими родственниками мутохонии. То есть те бактерии, которые были захвачены 2 миллиарда лет назад, стали мутохондами наших аукариотических клеток. Но и сейчас есть примеры бактерий, которые живут в наших клетках. Это, например, бактерия рикетсии провозеки, это бактерия сапроматифа. Вот тут фотография двух аукариотических клеток, вот эта клеточная мембрана, это ядро, а таким красновато-черным цветом обозначена бактерия рикетсии провозеки. Я их окрасила таким специальным украсителем. Очевидно, что эта аукариотическая бактерия ничего хорошего на аукариотической клетке не делает. На самом деле, если мы покрасили здоровые клетки не бактерии рикетсии, а метахондрии, то мы увидели очень похожую картину. Метахондрии, повторюсь еще раз, это потомки для сибиотических бактерий. Вот на этом слайде уже представлена фотография, сделанная с помощью флорицентного микростопа, в котором покрасили специальным красителем метахондрии. Тут не видны границы клетки. Вот, на самом деле, границы распластной клетки. Вот это пустое место соответствует клеточному виду, а белым цветом обозначены метахондрии. Видите, как много метахондрий в этих клетках. То есть прошло 2 миллиарда лет, а наши клетки все равно продолжают содержать в себе эндосимбионты. Если посмотреть на большее увеличение на эту метахондрию, то мы увидим, вот это уже фотография сделана в электронном микроскопе, это где-то треть микрометра в шкале, то мы увидим, что эта метахондрия состоит из мембран и одна из мембран образует такие складки. Сейчас мы про это поговорим. Теория, которая объясняет происхождение эукариот под эндосимбиотической ассоциацией между бактериями и клетками хозяина, сформулировалась достаточно долго. Сам термин «симбиогенез» он введен русским ученым Константином Решковским еще около 1400 года. Вообще, саму теорию симбиогенеза связывают в первую очередь с именем американского уже исследователя Вин Мартулис, который в 1970 году написал книжку «Происхождение эукариот», в котором, в общем-то, сформулировала основные положения теории симбиогенеза, которые немножко поправлялись с тех пор, но в целом сейчас считаются общепризнанными. То есть лет 20-30 назад еще на уроках биологии говорили, что это гипотеза симбиогенеза, но сейчас данные анализа ДНК уже не оставляют никаких сомнений, что все было именно так, и что наши современные клетки произошли в результате симбиоза бактерий. Давайте посмотрим, какие основные аргументы были сформулированы, в теории симбиогенеза. Первое – это то, что метахондрии в клетках эукариот не образуются из ниоткуда, они появляются только за счет деления других метахондрий. То есть если в клетке искусственно лишенной метахондрии есть разные способы, чтобы убрать все метахондрии из клетки, если бы сделал такой эксперимент, то клетка никаким образом уже синтезировать заново метахондрии не сможет. То есть метахондрии, на самом деле, это некие полуавтономные органеллы, в таком же сейчас канеллы. Это значит, что они частично самостоятельные. Метахондрии содержат свою обычную кальциумную ДНК, а также как и бактерии. Вообще в этом смысле она очень похожа на бактерии. И самое важное, что ДНК этой бактерии по своей последовательности, по своим свойствам очень похожа на ДНК альфа-платобактерии, это ближайшие родственники для неживущей метахондрии. Но еще, наверное, следует сказать, что химический состав метахондрии тоже очень похож на химический состав бактерий и разительно отличается от строения некоторых систем остальной клетки. Что же произошло дальше? Давайте опять вернемся к 2 миллиарда лет назад, когда у нас произошел этот англисимбиоз, у нас получилась вот такая отметка, где плавая предпредшественности наших метахондрий, сформировалось нечто похожее на ядро. Но дело в чем, что в бактериях обычно в ДНК бактерии содержится около 5 тысяч генов. Таким образом, где-то 5 тысяч генов было в ядре и 5 тысяч генов было в эндосимбиозе. Но если посмотреть на современные геномы эукариотических клеток, то окажется, что в геномах простейших даже эукариотических клеток в ядре содержится 5-10, а у нас с вами 30 тысяч генов, а в метахондриях осталось всего 20-50 генов. Как такое произошло? Оказывается, был такой процесс, как перенос генетической информации из эндосимбиотических бактерий в гидро. И сейчас наш геном, наша последовательность ДНК частично состоит из ДНК клетки хозяина, а частично из ДНК эндосимбиотических бактерий. То есть, приблизительно треть генов, которые наши с вами ядерные гены, это гены, немножко измененные гены эндосимбиотических бактерий, которые сейчас стали на гидрохондриях. Мне кажется, это ужасно интересно, что мы с вами представляем мне вот такой, на самом деле, очень-очень глубокий пример глубоко заширчивого симбиоза. Да?